В преддверии новогодних праздников появляется много веществ, которые могут самовоспламениться или воспламеняться детьми. И особенно в большой семье, где много деток, есть возможность объединяться в кружки и что-то за маминой спиной пожечь. Мы обратились в Добровольное пожарное общество, которое нам любезно предоставило автономные пожарные извещатели. И у нас есть возможность посетить многодетные семьи с низким доходом, предупредить их о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, пообщаться с детками, подарить им какие-то сладкие подарки, но и в то же время установить автономные пожарные извещатели, для того чтобы в случае возникновения какой-то ситуации вовремя предупредить семью о проблеме. Специалисты Белорусского добровольного пожарного общества с представителем территориального центра отправились по намеченным адресам. Миссия у них весьма ответственная – убедиться, что в жилищах многодетных семей и семей инвалидов все в порядке с пожарной безопасностью. Так, придя в квартиру Меленковых, первым делом фиксируется отсутствие пожарного извещателя. Многодетная мама Лилия Владимировна честно признается, что сняла их, поскольку приборы в последнее время начали без причины подавать сигналы. Наверное, устарели. Хотела позвонить в службу, узнать, как их заменить на новые, но, что называется, руки не дошли. Представители служб сработали на упреждение. Заменили старые пожарные извещатели на новые. Безопасность, в первую очередь для детей, правильно? Поэтому очень приятно, что так заботится территориальный центр. Я считаю, что он важен и нужен, потому что, если, не дай бог, какое-то возгорание или задымление, он же реагирует, и реагирует он очень громко. Поэтому все равно в любом случае уже будешь об этом знать. И среди ночи даже. А звук у него очень такой проницающий. По следующему адресу, где проживает многодетная семья Аксентюк, также возникли некоторые вопросы к пожарным извещателям. Приборы в комнатах есть, но они не работают. Внутри нет элементов питания. Каждому родителю стоит помнить, что в пожарной безопасности мелочей не бывает. Забыли поменять батарейку в извещателе. Напомнить ребенку, как действует в случае ЧП. Такая опрометчивость может стоить жизни. Именно потому к установке извещателя нужно подходить ответственно. Довольно важно, потому что всякие ситуации бывают, что родители спят. Тем более мы очень уматываемся, потому что у нас много детей. Соблюдаем и не подпускаем. И старше мы всегда объясняем. И в школе проходят такие уроки. Конечно, это, прежде всего, безопасность наших детей. Автономные пожарные извещатели – это наиболее доступное средство, способное обезопасить людей и их жилье от страшных последствий пожара. Случай был, когда пришел к нам покупатель сдавать дом в эксплуатацию. Это, по-моему, даже дачный какой-то домик был. И установили пожарный извещатель. И тоже хозяин что-то во дворе делал, а ребенок, или там был утюг, или что, загорелась штора. То есть работал пожарный извещатель, и он услышал звук этого извещателя, прибежал. И вовремя устранил очаг возгорания. Статистика свидетельствует, что практически половина пожаров возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности. А потому напоминание простых, но очень важных правил на профилактических рейдах – это один из эффективных способов предупредить беду. Продолжение следует...